Добрый вечер! Сегодня мы откроем вам секрет на миллион. Вчера с Ириной Николаевной мы часа два писали эту доску. Выжимка из большого количества занятий, которые мы уже прошли, и способ или один из вариантов посмотреть на привычные, казалось бы, вещи под другим углом. То есть, как говорит Ирина Николаевна, наработать, создать новые нейронные пути. Каждый период рождения — это точка входа человека в жизнь. И у каждого периода рождения есть тот сформированный персонаж, та бессознательная жизнь, та бессознательная форма жизни, которую человек тупо проживает. Не меняясь, не выстраивая свое сознание, вообще не поднимаясь, он отыгрывает одну единственную роль. Плюс еще накладывается сюда треугольник родителей, и получается то скрутка его, невзрослого человека, вот этого вот уродца, то еще мамина модель или папина. И он вот так вот гуляет туда-сюда, пока он полностью не сдыхается, не выдыхает. И вот прямо вот сюда вниз только и гуляет, что у него остается сил покушать, поспать, как-то поразговаривать или побиться с кем-то, и опять он идет по новой. И в каждом периоде рождения есть свои три точки входа – прошлое, настоящее и будущее. Почему в этом мире за все, что человек привязывается, о чем я вам говорю, все забирается? Если для вас деньги – средства, то вы просто идете и забираете, как грибы, но работаете вы головой. Если для вас деньги – цель, то вы никогда ее не доскидываете, потому что это ненасыщаемое. Потому что у того больше, 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 а у меня мало. А если мало – значит ничего. А не просто так вот. Это средства для чего-то. Средства. На дистанции собираете, как грибы, для того, чтобы изменить положение. Нет квартиры – есть квартира. Деньги на дистанции – средства. Для перехода в новое положение. Они не могут быть целью. Слышите, их нет в природе, мы их не можем не посчитать, не осознать. Их нет, это искусственная единица. Почему у вас должна быть средство? А средство – это когда вы понимаете, что с этим делать. Именно дело, действие. Тогда будет изменение положения. Почему нельзя незаработанное, а ну как пришло, так будет. Всегда должны быть вложенные усилия. Это единственный предохранитель. Вы за это будете биться. Вы будете это отставить. Если нет, ну как пришло так уж, что невложенные усилия – это как декорация. Далее посмотрите, потом забравьте. Добрый вечер. Продолжаем разговаривать о карме и о пространстве. У нас есть три пространства. Субъективное, виртуальное и объективное. Всё, что субъективное пространство – это всё то, что мы можем охватить. И это прошлое. То есть всё то, что мы уже смогли, успели, сделали, не сделали и пришли, по сути, в настоящее. Те фактические события, которые с нами произошли? Это имеет большое значение. Субъективное пространство находится у нас в сознании. И имеет значение в плане того, что именно в том пространстве были те условия, которые сформировали, при помощи которых человек сформировался до настоящего момента. Я прислала у тебя персонажа, о которых мы только что говорили. У нас на занятии был пример с ребёнком, что если взять человека и, условно, поместить его в хорошую, достойную семью, дать ему хорошее образование, у него будет достойная, хорошая жизнь. И если взять такого же человека с такими же характеристиками и компонентами, с такой же волей, с такими же качествами и, допустим, поместить в племя в Африке, то в этих условиях далеко не каждый сможет подняться до уровня того человека, на который смог подняться человек в хороших условиях. Потому что... Мало углей никогда не станет человеком, потому что в детском возрасте до семи лет абсолютно берётся калька поведенческих моделей, среды обитания, это внутренняя субъективная оценка, агрессивная, пассивная, взращивающая, защищённая, безопасная, небезопасная. И на основании этого, почему у нас и есть отрицательное и положительное состояние восприятия. Чем хуже среда, чем больше ребёнку приходится приспосабливаться, ограничиваться или агрессироваться, или защищаться, тем в меньшей степени развивается его имущественная способность. И всегда берётся то авторитарное воспитание, кем осуществлялось насилие и ограничение. И здесь ещё как раз не будет развиваться интеллект. Фрагментатор не работает, получается, и человек не сможет выстраивать. Чем меньше среда, тем меньше фрагментов, тем меньше восприятия. Чем больше фрагментов, чем больше среда, чем больше информации, и как она подаётся, очень важно, чтобы было... Кто такой наставник? Это продолжение родителей, но только уже в социальной среде. Почему люди не идут учиться по второму разу? Почему они не хотят наставничества в хорошем понимании этого слова? Потому что там было достаточно много напряжения, достаточно много убеждений, насаждений. И внутреннее сопротивление протеста в субъективном пространстве, оно не даёт человеку объективно видеть мир и пытаться его меняться. Он уходит из субъективного, из субъекта, да, вот субъективного собственного пространства в виртуальное пространство. Перескакивая настоящее объективное. А объективности мы не видим, потому что маленькое количество отрицательных инцидентов, которые фактически произошли, где было больно и страшно, нет силы преодолеть, потому что нет понимания, почему. Всё. И он остаётся в своём вот этом маленьком мирке, говорит, я туда к вам, ни за что. Или наоборот, другая крайность выходит, и все, и вот так вот, всё наружу. Продолжение следует...